Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 9 стих из 23 главы книги Чисел. Пророк Валаам, языческий прорицатель, говорит такие слова «С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится». О чем говорит в этот момент пророк Валаам? Эти слова приходят на ум каждый раз, когда сталкиваешься с религиозными людьми, которые ратуют за свою обособленность. Например, люди, которые ставят акцент на том, что у церкви есть какие-то стены, есть ограда. И поэтому они воспринимают церковь как вот такую крепость, где можно укрыться от внешнего мира и можно жить отдельно. И здесь пророк как раз и видит вот такой народ, который живет где-то отдельно. И даже среди народов других не числится, потому что они спрятались от этого мира. И очень часто религия становится вот таким пристанищем для людей, которые бегут из этого мира или от его соблазнов, или от его сложностей. И хотели бы, чтобы церковь была вот такой башней слоновой кости, либо вообще превратить в какое-то гетто для того, чтобы быть защищенным от внешнего мира. И как будто бы это оправдано, потому что вот есть такое необычное пророчество уже в Ветхом Завете о том, что нужно жить отдельно. Но здесь есть очень тонкий секрет. Дело в том, что Валаам — это враг народа. Его наняли для того, чтобы он произнес проклятие над народом Израиля. И имелось в виду, что эти проклятия исполнятся. Но вместо проклятия он по воле Божьей произносит благословение. При первой попытке он говорит царю Моавитян, Валаху, «Как прокляну я, Бог не проклинает его. Как я изреку зло, Господь не изрекает на этот народ зла». Но здесь все-таки нужно помнить, что Валаам — это совсем не тот человек, который симпатизирует народу Израиля. Наоборот, это его очень злостный враг. И о нем осталось такое воспоминание, что этот человек не имеет жизни в будущем мире. Настолько он связан с ненавистью, злобой, которой нет места в будущем мире. И поэтому даже пророчество, которое как будто благословение, оно в действительности может обернуться проклятием. И если ты принимаешь всерьез вот такие слова, и в нашей жизни очень часто такое бывает, и психологи с удовольствием употребляют это выражение «самоисполняющееся пророчество». Ну или в некоторых случаях проклятие, если человек повторяет что-то, что ему в действительности мешает жить, или боится наперед чего-то, потом это действительно исполняется, потому что как будто это самоисполнившееся пророчество. Поэтому тот, кто хочет жить в гетто, действительно читая это, может увидеть себя в одиночестве. Но одиночество — это совсем не то место благословения, которое готовит Библия. Потому что всегда об одиночестве в Библии говорится все-таки скорее в трагическом контексте. Прежде всего вы помните о том, что в книге «Бытия» сказано нехорошо человеку быть одному. Когда Господь увидел одиночество Адама, то нет ничего хорошего в этом. Наоборот, он сжалился над ним. Поэтому одиночество — это совсем не то, что является благословением и к чему нужно стремиться. Другой пример изоляции и одиночества — это все, что связано с прокаженными. Потому что Пятикнижие предписывает прокаженным жить отдельно, вне стана. Он должен жить отдельно, вне стана, в жилище его, говорится в книге «Левит». Плач пророка Иеремии тоже представляет город, который стоит одиноко. Хотя некогда он был многолюдным. Поэтому изоляция, вот такое одиночество, оно всегда является знаком какого-то колоссального неблагополучия. И очень редко быть одиноким означает благословение. Конечно, такое одиночество будет благоприятным, только если оно в присутствии Бога или сопровождается какой-то молитвой, или каким-то божественным присутствием и благодатью. Иначе любое человеческое одиночество не является благом. Для верующих людей быть верующим – это означает быть любимым Богом. И здесь тоже возникает иногда такая коллизия, столкновение интересов. Потому что быть любимым Богом – это не означает относиться к другим людям, к неверующим людям, свысока и тем более с неприязнью. Верующие люди призваны быть народом священником, царственным священством, народом святым. И слово «святой», как вы знаете, в Библии, конечно, означает «отделенный», посвященный Богу. То есть тот, кто изолирован, выделен и обособлен. Но нужно понимать большую разницу между вот такой благословенной одиночеством и отделенностью и изолированностью. Например, лидеры, они всегда стоят отдельно, но они никогда не бывают одни. За ними всегда какая-то команда или народ. Тот, кто по-настоящему одинок и живет в изоляции, он никогда не может быть лидером. Люди, которые занимаются наукой, искусством, спортсмены, актеры, пианисты, для того, чтобы подготовиться к выступлению, нуждаются в одиночестве и в обособленности. Именно для того, чтобы целенаправленно совершить какое-то усилие, сосредоточить энергию, отточить свое мастерство. И это совершенно невозможно делать в окружении людей или в толпе, или в сообществе. Но это совсем не является образом жизни и бытия. На время это приемлемо, а если постоянно, то это оборачивается бедой. И нигде в Библии не говорится о том, что народ Израиля должен жить сам по себе, жить обособленно. Он народ святой, он призван и он избран. Но всегда избрание — это ради кого-то другого. И как только ты забываешь о том, что тебя любят не ради тебя самого, но ради чего-то большего, в этот момент может произойти любое повреждение духовное. И поэтому Господь говорит Аврааму, в тебе благословлятся все племена земные. Авраам живет, может быть, обособленно. Он не такой, как его соседи, но при этом он живет общей с ними жизнью, молится о них, он живет особенно, но он не живет в одиночестве и в изоляции. И, конечно, когда мы видим религиозное сообщество, например, нашу церковь, любое религиозное сообщество, рано или поздно возникает эта проблема. Церковь и мир, мы и другие, наши и чужие. И всегда возникает соблазн оказаться на обочине, потому что в тот момент, когда ты себя изолируешь, помещаешь в гетто, ты очень легко можешь оказаться на обочине жизни. И вторая опасность, вторая проблема, которая возникает, это неспособность выразить себя, объяснить миру, явить то, что тебя вдохновляет, какой смысл для тебя имеют те или иные убеждения, обряды, твой образ жизни, потому что никто из нас не призван жить в изоляции. Но если ты оказываешься в гетто, то, конечно, ты обречен на то, что ты будешь кого-то ненавидеть и кому-то испытывать чувство небриязни, и не будешь искать уже себе друзей и союзников. Но самое главное — это отсутствие способности выразить себя для того, чтобы другие могли тебя понять. Потому что очень часто люди, которые выбирают изоляцию, они наперед уверены в своем бессилии, и тем самым терпят неудачу и возлагают ответственность за эту неудачу всегда на других. Виноваты атеисты, виноваты представители других религий, но никак не наша собственная неспособность или отказ войти в контакт, искать общий язык. Потому что речь идет не просто о дипломатических отношениях. Действительно, в Священном Писании говорится, будьте святы, как свят ваш Бог, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Почему? Потому что вы должны быть вне упреков и подозрений. Но если тебя обвиняют, если тебя подозревают в чем-то предосудительном, то нужно быть готовым дать отчет о своем мировоззрении, о своем поведении, сообщить факты для того, чтобы развеять и отвести эти обвинения и подозрения. И это всегда очень актуально в диалоге между религиозными людьми и людьми неверующими. Как это происходит в Ветхом Завете, мне всегда на ум приходит история Анны, которая приходит в храм для того, чтобы помолиться. Но она молится с такими глубокими чувствами и потрясениями, что Илья, священнослужитель, считает, что она пьяна. Но при этом она ему объясняет, «Вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом». Она все-таки нашла в себе силы объяснить, что с ней происходит. Она молилась Богу, она не пришла к Илье, но она позаботилась о том, чтобы ее имя осталось безупречным. Поэтому с внешними людьми, с теми, кто испытывает к вам неприязнь, все равно нужно говорить для того, чтобы ваше имя оставалось вне обвинений, вне подозрений. Потому что если ваш образ жизни, ваши поступки нравственно обоснованы, то их можно всегда защитить и отстоять, и никогда не нужно бояться этого делать. А если нет, то тогда вообще не нужно приниматься за дело. И это не вопрос дипломатии, это вопрос правды, справедливости и необходимости всегда объяснять тем, кто задает вопросы. Это не дипломатия, еще раз повторяю, это то, что называется в Священном Писании «венец доброго имени», чтобы ты был увенчан непорочным именем. И если вы серьезно полагаете, что не сможете найти себе ни друзей, ни союзников среди тех людей, которые не разделяют ваших взглядов, несмотря ни на какие усилия, если вы считаете, что ваш удел — быть особенным, обособленным, жить отдельно, то, конечно, вы не будете предпринимать никаких попыток искать себе друзей и союзники. И можно остаться действительно одиноким с убеждением, что весь мир против вас. И тогда это одиночество будет самоисполняющимся пророчеством. Поэтому вот эта история с благословением, которое на самом деле оказалось самоисполняющимся проклятием, пусть будет таким уроком. Нужно действительно в какие-то моменты быть особенным, оставаться самим собой, быть независимым от внешнего влияния, иногда быть отдельным, особенно если вы человек мыслящий. И это часть нашего бытия, но жить в изоляции — нет. Это было бы не благословением, это было бы скорее проклятием. На портале Экзагет.ру с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...